Напомню, что в первой части видео про изготовление домашнего вина урожая 2021 года я показал вам, собственно говоря, как ягоды собираются, как они отжимаются, как делается винное сусло, как все это бродит, как все это фильтруется, снимается с осадка, добавляется там все, что необходимо, текстуроз и так далее и тому подобное. Вторая часть ролика посвящена больше уже финишному этапу изготовления вина, а именно там розлив по бутылкам, его осветление, но осветление, конечно, не в бутылках, а в баке, в котором еще идет изображение, укупорка и так далее и тому подобное. Приятного просмотра! Итак, друзья, начинаем процесс осветления вина. Для этого нам понадобится емкость, с которой мы будем разводить бетонитовую глину, для бетонит в простонародье сам бетонит и обыкновенную воду комнатной температуры. Разводятся они в соотношении 1 к 10, то есть, соответственно, одна часть бетонитовой глины у нас будет заливаться 10 частями воды. На 1 литр, ох, извините, просыпал, на 1 литр вина идет где-то, ну, порядка рекомендуют разводить 3 грамма бетонитовой глины. Я, соответственно, приблизительно заранее все уже посчитал, поэтому здесь сейчас перед вами с весами мучиться не буду. Так, даже, наверное, чуть-чуть побольше, чем планировал. Так, сейчас чуть отсыпем. Сейчас. И заливаю водой. После того, как я залил все это водой, я оставляю, перемешаю чуть-чуть немножечко и оставляю на 8-10 часов. Ну, собственно говоря, что будет потом, вы сможете увидеть дальше в этом ролике. Пока я вот оставляю все как есть. 10 часов прошло, я буду снимать с руки, поэтому прошу извинить за то, что видео трясется. Значит, соответственно, опять-таки, приходится снимать с одной руки. Я добавляю глину. Вот некоторые комочки, видите, даже не растворились, несмотря на то, что я благополучным образом это дело все разводил. Сейчас, значит, я вино, ну, в принципе, уже полностью перебродившее, уже где-то недели-две закончился процесс брожения. Значит, растворяю вот этот вот разведенную ранее в воде глину. И снова закрываю крышкой с гидрозатвором и оставляю еще где-то на неделю, на одну. Так, меняет оно незначительно цвет. Можно увидеть, что такое мутное становится. Не знаю, на видео видно это или нет. Ну, цвет меняется. Соответственно, через неделю выпадет. Ну, осадок выпадет не через неделю, а намного раньше. Но через неделю я буду с этого осадка снимать, уже разливать. Ну, вот таким вот образом, просто банально самотеком. Может быть, не очень презентабельно. Но, соответственно, я разливаю по бутылкам, не спеша вино. Процесс, как бы, ну, не быстрый. Возможно, была бы трубка большего диаметра или, там, кружка через воронку. Это все быстрее было бы, но мне спешить некуда. И так, как я говорил, вот он, этот аппарат, вот бутылка. На примере этой бутылки покажу, как это работает. Пробка вставляется в гнездо. Соответственно, упирается все это дело в бутылку. Начинаю нажимать. Вот эти вот два зажима захватывают четко горлышко. И при нажатии вниз, как вы можете видеть, пробка оказывается на месте. Пробка вставляется на месте. Как там говорится, ловкость рук никакого мошенничества. В этом году получилось, если не ошибаюсь, около 50 бутылок. Вина здесь не все. Еще три на балконе стоят. На них не хватило колпачков термоусаживающих. Ну, в принципе, и так впечатляет. Процесс производства вина урожая 2021 года закончен. В этом году подзатянулась эта вся история. Обычно я вино разливаю по бутылкам где-то в январе, максимум в феврале. В этом году я это сделал в марте месяце. Связано с тем, что процесс брожения шел дольше обычного. Уж не знаю, с чем это было связано. Но разливать по бутылкам и укупоривать вино, которое еще продолжает бродить, нельзя ни в коем случае. То есть, вместо обычного вина вы получите игристое, как минимум. Как максимум, может быть, такие неприятные моменты, как выбивание пробок из бутылок. Потому что здесь, как на шампанских винах, на игристых винах, вы не видите проволочных таких дополнительных зажимов, креплений. А в принципе, о чем это видео? Это видео даже, наверное, не о самом изготовлении вина, не о рецептуре, не о технологии. Нет, это, эти ролики, вот два ролика в этот раз снят, первая, вторая часть. Это именно моё хобби. Потому что я ни в коем случае не призываю всех становиться алкоголиками, колдырить с утра до вечера. Нет, 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 это совершенно не проект. Это видео как раз про моё хобби, одно из, которым это виноделие является. Я им занимаюсь уже, наверное, лет пять. Каждый раз что-то добавляю новое, что-то делаю по-другому, нежели в предыдущий год. Смотрю, какие итерации были лучше, какие там хуже. У меня есть определённый круг людей, знакомых, моих друзей, я бы сказал, которые из года в год ждут, когда я разолью вино по бутылкам, потому что они знают, что после этого я начну эти бутылочки им презентовать. То есть такой стопроцентный хендмейк, который красиво оформлен, который не стыдно поставить и на стол, и, как я уже сказал ранее, подарить, презентовать друзьям. И внешнее оформление для меня, ну, также важно, потому что, повторяю ещё раз, это для меня хобби, и они сама цель, то есть если... Я вот смотрю очень много роликов, ну, намного более талантливых людей в области виноделия, чем я, потому что я всё равно считаю себя дилетантом, там, гуру. Ну, мне, например, вот просто, честно скажу, безумно не нравится, как они берут, просто, к примеру, разливают своё вино по пластиковым пятилитровым бутылкам. Ну, как-то вот столько вложить в это души и вот не придать этому форму, я этого, честно скажу, не понимаю. Но каждому своё, каждому своё. Я же, наверное, на этом ролике уже закончу тему виноделия на своём канале, потому что ранее снимал один фильм, этот фильм состоит из двух частей, он более расширенный, но по хорошему тему домашнего виноделия исчерпано. Поэтому, если будут какие-то вопросы у вас, или вы захотите сделать какие-то замечания по той технологии, которую я использую, я действительно буду безумно рад. Пишите, пожалуйста, в комментарии внизу под этим видео. Опять-таки, если вы поставите колокольчик и напишите комментарий, это здорово, поможет этому видео продвинуться, и я буду за это вам безумно благодарен. Следующие видео будут, наверное, о каких-то моих других увлечениях. Наверное, я когда-то дозрею до того, что сниму ролик о моих занятиях танго, то есть я занимаюсь со своей женой аргентинским танго. Не всё ещё получается, поэтому пока ещё природная скромность, стеснение не позволяет мне сделать такой ролик. Тем не менее, до встречи на этом канале. Я так думаю, что обязательно найду какую-то интересную тему, которая будет интересна не только мне, но и вам, мои дорогие зрители и подписчики. Поэтому я не прощаюсь. Всем пока-пока. До свидания.